И последнее место встречи изменить нельзя. В Угуте прошел ежегодный национальный праздник слияния двух рек. Именно поэтому в минувшую субботу в поселок съехались коренные народы из юрта Большого и Малого Юганов. За всем, что происходило на национальном празднике Ханты, наблюдала наша съемочная группа. С этой миниатюрной сценой сегодня звучат песни на двух языках – на русском и хантыском. Но концерт концертом, а без спортивных состязаний этот праздник уже и праздником назвать нельзя. У юганского берега стартуют гонки на областях, стрельбы из лука и эстафеты для самых маленьких участников. В этом году в соревнованиях решили посостязаться больше ста участников. Тех, кто уже отстрелялся и отбегался в честь праздника, хозяева угощают пирогами, чаем и горячей ухой. Тебе как, с кучком? Кому чай, кому ухо? Хорошо, как скажешь. Кому еще ушицы? Слияние двух рек или День обласа в Угуте отмечают последние 10 лет по просьбе коренных жителей. Свои истоки праздник берет в народной мифологии. Хотя тут все просто. Традиционное занятие ханты, по большому счету, речное рыболовство. Поэтому главное для этого народа – это облас, лодка. А день в начале лета, когда в реке появляется первая благородная рыба, и стал одним из важнейших национальных праздников. Раньше этот праздник же не День обласа был вообще-то, а Слёта охотников и рыбаков был праздник. Давно на этот праздник не ездила. И в этот раз я решила съездить, посмотреть, людей повидать. Среди гостей целые семьи практически со всех юрт Большого и Малого Югана. Каюковы, Ачимовы, Коганчины, Кинямины и другие. Некоторые приехали просто повидаться, ведь расстояния между ними нешуточные, и просто так в гости не съездишь. Но есть люди, которые не могут приехать, потому что до самых дальних юрт, которые у нас проживают, где проживают коренные жители, от Огода больше тысячи километров по воде. Естественно, что они не могут приехать. Тем не менее, пропустить такой важный праздник большинство семей посчитало недопустимым. Нам нравится, что все люди приходят с детьми, и у всех хорошее настроение, и мы с удовольствием приходим, хотя мы не ханты, а русские. Нравится, что ханты наши очень, скажем, как бы не теряются, а их поддерживают, и они живут. Хоть что-то в поселке усилое. Мы же вдалеке, глушь у нас. Ни дороги, ничего нет. А это хоть и развлечения какие-то. В гонках на областях по итогам соревнований определились два победителя. Жительница Угута Светлана Каймысова и Иван Каюков, прибывший с Большого Югана. Ивану досталась новая бензопила, а Светлана заработала мультиварку. Не остались без призов и другие участники, ведь в праздник без подарков никак нельзя. Оксана Ярославцева, Альбина Маковеева, Игорь Батищев, телерадиокомпания «Север».